Здравствуйте! Сегодня на нашем тесте автомобиль, далекий предок которого фактически создал послевоенную историю марки Audi. Надо сразу сказать, что с индексами, поколениями и вариантами исполнения в случае с Audi 80 и ее последовательницей A4 не все так просто. Первый седан, сделанный на базе DKW, назывался не Audi 80. Цифровые индексы были разные в зависимости от мотора. Только в 1972 году появилась 80-ка как самостоятельная модель. Самая же известная в России машина этой серии Audi 80 B3 с главным преимуществом полностью оцинкованным кузовом. Первая A4 вышла в 1994 году и была построена на платформе Volkswagen Passat пятого поколения. В 2000-м показали обновленную четверку, которая не слишком отличалась внешне от A4 B5. Радикальное изменение внешнего вида и класса автомобиля произошло в 2004-м, а в 2007-м вышла A4 B8. То есть формально наша Audi это рестайлинговое восьмое поколение от первой Audi 80. Audi A4 относится к нижнему сегменту среднего класса. Ее длина 4701 миллиметра. Ширина 1826, колесная база 2808. Объем багажника 480 литров. Снаряженная масса 1610 килограмм. Двухлитровый двигатель с турбонаддувом развивает 211 кс при 6000 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент его составляет 350 ньютон-метров. Соответственно максимальная скорость достигает 246 км в час, а разгон с 0 до 100 6,5 секунд. При этом в смешанном цикле автомобиль расходует 6,8 литра на 100 километров. Ну а если вы все-таки не обращали внимание на те версии, которые выходили до актуальной, давайте я вам покажу на те маленькие отличия, которые и выделяют Audi A4 восьмого поколения от седьмого. Капот Audi A4 стал более выпуклым, фальшишотка радиатора, которая называется Single Frame, получила вот такие характерные скошенные уголки. Мы их впервые увидели на Audi A1. Сами ребра и логотип лого Audi знаменитого братства от колец стало более рельефным, так же как и в целом бампер с гораздо более четко выраженными гранями и линиями. Но и вторым по значимости и по заметности измененным элементам Audi A4 стала волнообразная нижняя кромка световых блоков. Сбоку ни силуэт, ни панели не изменились, равно как и сзади. А вот изменения в салоне автомобиля и прежде всего в дизайне передней панели видны с первого взгляда. И первое, что бросается в глаза, новый руль. Рулевая колонка по-прежнему регулируется в двух направлениях, в широчайшем диапазоне. А вот само рулевое колесо стало похоже, ну фактически оно и является точно таким же, какое мы увидели в Audi A6. Небольшая нашлепка подушки безопасности, выведенные на спицы колеса основные кнопки управления навигационной системой, системой MMI и, разумеется, аудио. Немножко изменились цвета, детали, окантовки, какие-то нюансы, которые все-таки отличают A4 от A6. Появились оригинальные подрулевые переключатели. Теперь они не похожи на те, которые устанавливают на некоторые модели Volkswagen. Я не вижу каких-то отличий радикальных панелей в щитке приборов. Некоторые изменения коснулись и центральной консоли. Сейчас я включу зажигание, чтобы было лучше видно. Изменения нюансные. Вот, например, подогрев сидения. Раньше он регулировался с помощью рукоятки, теперь просто кнопкой. Не знаю, что удобнее, но, тем не менее, сделано именно так. У радикально, опять-таки, ничего не поменялось. Это не так, как на руле. По-прежнему Google Maps у нас в навигации с возможностью вывести на экран, в том числе и спутниковые фотографии. Довольно удобная опция. Немного изменился интерфейс и блок управления системой MMI, бортовым компьютером. Он стал проще. И теперь человеку, даже не имевшему дела никогда с MMI, будет несложно разобраться в этих всех кнопочках. Они, по большей части, переехали с места на место, их стало просто меньше. Очень элегантно Audi подчеркивает премиальность своего бренда. И эта премиальность проникает даже в такие небольшие автомобили, как Audi A4. Вот, скажем, приятные детали отделки, шпоновые вставки, которые фактурой и рисунком напоминают дорогие яхты. Именно так отделывают полы, если можно так выразиться, палубы настоящих деревянных яхт. Сидения. Конфигурация сидений в новой версии Audi A4 не претерпела каких-либо изменений. Они по-прежнему в зависимости от комплектации. Оборудуется частично механическими, частично электрическими регулировками. Довольно удобная и с ярко выраженной боковой поддержкой. Разумеется, на модели S4 она еще более ярко выражена, еще более ковшеобразное кресло, по крайней мере, водительское и пассажирское. Что касается второго ряда сидений, то, очевидно, Audi A4 это не автомобиль для большой семьи. Я, в принципе, помещаюсь сам за собой, учитывая большие диапазоны регулировок водительского кресла, но не буду чувствовать себя уж чересчур комфортным. Дети, невысокие люди, там могут разместиться вольготно, но мне уже не очень уютно. Полезной особенностью второго ряда сидений Audi A4 является то, что спинка дивана разделена на два сегмента. И эту спинку можно сложить. Причем замок, который удерживает спинку в вертикальном положении, запирается на ключ. Складывая спинку, мы увеличиваем объем багажника с 480 литров до 962, что позволит перевести, скажем, упакованный, ну, к примеру, шкаф длиной до полутора метра, ну и высотой примерно полметра. В ходовой части этого автомобиля никаких инноваций нет, за исключением одной, но радикальной. Здесь появился электромеханический усилитель руля, который позволяет не только улучшить маневренность автомобиля, но и экономить топливо. По заводским данным, до 300 миллилитров на 100 километров. Я ни на минуту не сомневаюсь. Хороших ходовых качествах Audi. И мне более всего интересно познакомиться с новыми и существующими системами управления автомобилем. Здесь реализовано довольно много технологий, в том числе известных владельцам других марок, как и эксклюзивных, разработанных именно Audi. Например, Stop Start. Понятная система. Очень интересная система, которая называется Audi Drive Select. В зависимости от двигателя, от коробки, от подвески, меняется буквально все настройки автомобиля. С помощью шайбы мы можем выбрать один из пяти режимов движения. Эффективный, все плавно, все мягко, все аккуратно. Автоматический режим тоже понятно позволяет изменять все в автоматическом режиме, в зависимости от того, как быстро мы едем, какая поверхность дороги или бездорожья. Динамический режим, когда отзыв автоматической коробки максимально быстрый, отзыв нажатия на педаль акселератора максимально эффективный. Во время спокойной езды под разницу ощутить практически не удается. Было бы интересно вырваться куда-то на простор шоссе, или лучше, конечно же, на какой-нибудь трек, на полигон, на спортивный трек, и убедиться в том, что разница между динамик и комфорт действительно есть. Пока же явное отличие в поведении автомобиля в разных режимах Audi Drive Select замечается только на руле. Усилие рулевого механизма меняется заметно между комфорт, где она становится мягким, и динамик, где становится достаточно сильным. Больше вот я не чувствую ничего. Вторая часть моего интереса лежит в сфере комфорта. Ну, опять-таки, придраться практически не к чему. Что приятно именно в Audi A4, то, что, при том, что автомобиль не очень большой, здесь нет ощущения зажатости. Здесь все как-то просторно, свободно. Достаточно расстояние до панели двери, достаточно расстояние между креслами, открытая панель, хорошая обзорность. Единственное только, что особенности формы кузова немножко скрадывают ощущение скорости. И только бросая на спидомер, ты понимаешь, что ты едешь же 120 там, где, в общем, между нами положено только 70. Этот комфорт, особенно во время езды, удваивается за счет электронных систем, помогающих водителям. И, по-моему, прежде всего, за счет системы адаптивного к рейс-контролю. Работана очень эффективно и требует уже наличия площадки для отдыха правой ноги, поскольку гораздо чаще работаешь левой. У нас механическая шестиступенчатая коробка, и система постоянно подсказывает, какую передачу включить. А здесь, на кривых улочках, постоянных поворотах, слепых, закрытых, очень узких местах, где машины притормаживают довольно резко, пропуская встречный транспорт, все время приходится работать рукояткой коробки передач. Наш тест-драйв заканчивается, но, честно говоря, мне так не хочется отдавать этот замечательный автомобиль, что я даже сделал пару кружков вокруг камня передъездом в отель. Но мы не прощаемся, еще мы не сказали об одной важной части обновления А4, о гамме моторов, которые точно так же, как и кузов, претерпели незначительные, но достаточно серьезные изменения. Обновленный Audi A4 снабжается десятью моторами, шестью вариантами дизельных двигателей и четырьмя вариантами бензиновых. Самый новый мотор, вот этот, 1.8, турбо, мощностью 170 лошадейных сил. Конструкция двигателя очень современная, регулируется все, что только можно отрегулировать. И система газораспределения, и геометрия турбины. Ну, в общем, последнее слово моторной техники. Вот этот двигатель самый мощный. Это V6 объемом 3 литра, с которого сняли 333 лошадейные силы. Такой мотор ставится на S4. И вот этот мотор дизельный, объемом тоже 3 литра. И тоже конфигурации V6. Он развивает 245 лошадейных сил. И по характеристикам, я имею в виду по характеристикам тяги, разгона, не слишком уступает вот той вот топ-версии двигателей Audi. И все эти моторы объединяют несколько черт. Они все с наддувом, они все снабжены системами стоп-старт, они все с рекуперацией, и все стыкуются с трансмиссией. Образует 23 варианта мотор-коробка. Базовой трансмиссией для А4 является механическая шестиступенчатая коробка, которая может быть заменена для всех двигателей вариатором. Опциональной является семиступенчатый автомат, который ставится не на все двигатели, на самые мощные. Вот, скажем, базовая 1.8 120 сил, бензиновая четверка, к сожалению, с автоматом просто недоступна. Вообще же хочется подвести итог нашего теста. Что такое А4? А4 – это автомобиль, которого, ну, говоря простым языком, ни много, ни мало. Что называется, в самый раз. А4 – это автомобиль.